МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я просто говорю, что это очень долго все длится. Это очень долго длится. Вот так чиновники уходят от разговора с разгневанными жильцами деревянных бараков. Поиски текущей трубы обернулись новыми проблемами. Обвалился грунт, дошло до фундамента, дом просел. Они быстро и экстренно все это закопали, и уже в 6 утра они отсюда все исчезли. Зато появились новые трещины на стенах, осыпается штукатурка, лопнула балка между этажами. Рабочие, рывшие ямы посреди дома, прямо в подъезде и в квартирах, не появлялись уже неделю. В квартире Екатерины раскопки вели сразу в двух комнатах. Прорыв воды никакого отношения к нашей квартире не имел. Они нашли этот прорыв, сегодня всю ночь копали, весь дом ходуном ходил. Он оказался вообще на улице, даже в отдалении чуть-чуть от дома. А у нас вот перекопано в итоге. Живи как хочешь. Более того, как оказалось, дом аварийным все-таки признан был. Но в 2005 году. Износ строения 75%. Спустя 10 лет, если верить бумагам, он стал всего 60%. Теперь еще и воды нет. Предложения чиновников набирайте из колонки. Работы все прекращены в избежание угрозы обрушения и человеческих жертв. Дальнейшие работы по обнаружению дефекта производиться не будут. Сегодня на совещании в департаменте энергетики было принято однозначное решение по установке водоразборной колонки. Согласно санитарных норм, она будет установлена между 34 и 36 домом. У жильцов этих домов к представителям власти встречное предложение. Одного бы чиновничка сюда бы завезти бы в 30 градусов мороза. Пожили бы и посмотрели, как люди живут. Нестыковка с процентами нашла простое объяснение. Земляные работы при износе дома больше 60% проводить по закону нельзя. Вот и возникла эта заниженная цифра. Дом рушится, а ответственные за это пытаются замести следы. Во время съемки жильцам позвонили из управляющей компании – Сибирского сервисного центра. Придут их рабочие, им сказали экстренно все позасыпать, поставить на место унитаз, убрать все следы, чтобы не оставалось здесь ничего похожего, даже что они здесь все разбомбили. И все, и на этом все заканчивается. И они все умывают руки. Пока жильцам 36 дома в районной администрации пообещали предоставить временное жилье и в течение декабря организовать межведомственную комиссию для признания барака аварийным. Таким обещаниям они уже не верят. Алия Арзаева, Артем Валевич и Алексей Баженов. Новости ОТС.